Китай самая сильная экономика Ну, начнем с того, что трудолюбивый народ это раз Но самое главное это способ хозяйствования Вот Китай на коммунистическом хозяйствовании На плановой экономике на коммунистическом хозяйствовании Не мог показать таких результатов Как только Китай перешел на частную собственность На средства производства Так он и начал показывать результаты И вот получается, что очень большой и качественный человеческий ресурс Который может выполнять работы практически любой сложности Трудолюбивый, организованный, с традицией национальной И экономическая схема, позволяющая развивать экономику Вот частная собственность отличается от коммунистической собственности тем, что у вас в постоянном режиме происходит выявление эффективного собственника Самостоятельно, ну, грубо говоря, у вас в рыночном режиме появляется 100 фирм, занимающихся одним и тем же И те фирмы, которыми руководит эффективный собственник, получают максимальное развитие Достигают максимальных результатов в бизнесе Следовательно, они забирают весь основной поток денежный И насыщают рынок именно своей продукцией В результате, ну, это победа экономическая А если вы идете по коммунистическому пути Вы вынуждены ставить на предприятие управленца А управленец Это дело случайное Все управленцы в красивых галстучках, там они в костюмчиках Смотрят честными глазами, все хотят хорошего А в плане реальной управляемости Это совершенно другие результаты Кто-то из них может один оказаться эффективным, остальные неэффективным И вы уже не можете выявить своевременно У вас нет механизмов Дальше, кроме этого, когда вы рассказываете предприятию Как ему надо развиваться сверху Это тоже неэффективный, малоэффективный инструмент Собственник и производитель, они сами на месте знают В какой момент им надо, какие средства грамотно, в какое направление выделить Чтобы достигнуть наибольшего результата Это происходит постепенно, ежедневно, в рабочем режиме А не тогда, когда лучик света озарил в голову мыслителя Сидящего в гусплане, который спланировал И может что-то, когда уже недорого есть, ко Христову дню выдал Это тормоз, это не инструмент И вот сейчас получается, что грамотная финансовая схема На китайской экономике Плюс серьезное государственное регулирование стратегических отраслей И плюс жесткая вертикальность власти, централизация власти Это дает возможности Китаю развиваться И это сильная вещь Единственная идеологическая проблема заключается в том Что коммунистическая, по сути, идеология Руководит некоммунистическим государством То есть экономика некоммунистическая, а идеология коммунистическая Это парадокс Это противоречие Это проблема, которая может нарасти и взорваться Привести к проблемам в стране Коммунистическая идеология Это общественная собственность на средства производства Это обман, придуманный в свое время бретаноидами И запущенный через Карла Маркса В форме якобы научной идеологии Для того, чтобы увести ад Прогрессивного налогообложения У вас есть несколько способов создать социализм в отдельно взятой стране Вы можете сделать грамотное распределение Чтобы сделать грамотное распределение Вам надо осуществить такой грамотный сбор средств в форме налогов с экономики страны И осуществить распределение этих средств между гражданами Особенно требующими социальной поддержки Этот социализм вы можете достигнуть Либо при управлении коммунистической партией Либо при управлении антикоммунистической партией Либо рыночной партией Неважно какой партии Социализм вы можете достигнуть При любом общественном строе Просто самое выгодное для экономики это рыночная частная собственность. И если вы хотя бы имеете мысль и квалификацию сопроводить частную собственность с грамотным налогообложением, то вы можете создать великолепный социализм, достаточный приток средств и держать на высочайшем уровне свою экономику. Скажем, вас же никто не запрещает, чтобы за 30 лет 30% предприятия переходило в общественный фонд подконтрольных государств, собственность. Сделать все предприятия на территории страны юридически легальным, чтобы собственник просматривался в первых строках. И облагать именно собственника вот этим налогом. Все внешние предприятия облагают еще более суровым налогом, десятикратным, чтобы финансово у вас развивались именно внутренние предприятия. Это все можно сделать. И тогда у вас будет постоянный приток средств, обеспечивающих социальный уровень, уровень защищенности, развитие социальной структуры, школы, больницы и так далее, чтобы это все замечательно работало. Вот это естественные инструменты. То есть вилка есть, либо адекватный налог на средства производства при рыночной экономике, либо общественная собственность на средства производства. Это две разных схемы. Китай пошел с самой прогрессивной схемой. Это частная собственность. Такая ситуация по Китаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...